Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». О главных событиях в городе расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Леся Бедрева. Смотрите сегодня в выпуске. Торжественный аккорд учебного года. В школах города прошли последние звонки. Расскажем, как это было. Экскурсии, спортивные мероприятия, походы выходного дня. Куда можно отправить ребенка в период летних каникул? Десять километров уличной сети. На какой стадии сегодня ремонт главных артерий в городе и какие ждут новшества? Начнем с самой волнительной темы. Они полны надежды и с уверенностью смотрят в будущее. Сегодня в школах по всей стране прогремели последние звонки. Как прошел финальный аккорд школьных дней в Бийске, расскажет Евгения Ижутова. Последний звонок в Бийске прозвенел для 823 бийских одиннадцатиклассников. Число с учетом всех городских школ, гимназий и лицеев. Один из самых массовых выпусков в учебном году 2024 в Бийском лице-интернате. В параллеле там 188 учеников. А вот парты православной школы в этом году покинули трое. В 18-й в параллеле два класса А и Б. Праздник последнего звонка! Торжественная часть последнего звонка всегда вызывает небольшую грусть у выпускников и их родителей. Первоклашки одними из первых поздравили и немного предостерегли старших товарищей. Пока что школьный путь для ребят – это самый длинный отрезок жизненного пути. Они прошли его не только бок о бок друг с другом, а в первую очередь с родителями и учителями. Вот этот выпуск действительно грыз гранит науки. Вы очень старались, очень старались. Поэтому у вас будут хорошие достижения на экзамене. Вы молоды, полны сил. И у вас есть возможность реализовать все ваши задуманные планы. 11-й А выпуска 24-го года запомнится в 18-й школе как один из самых спортивных классов. Семь лет ими руководит классная учительница физкультуры и даже помнит их первую встречу. Они самые лучшие, самые красивые, они еще самые спортивные. То есть они участники городской спартакиады, школьников, призеры, победители. Неоднократные причем. Поэтому мы спортивный класс. А еще они находчивые и оригинальные. Артем Янов рассказал, что школа дала ему не только знания, но и лучшего друга, а также множество веселых моментов. 11-й классник вспомнил один из праздников – День детства. Нам сказали принести учебники, тетради без рюкзака. То есть нужно положить все это в какую-нибудь другую тару. Тазик, пакет, что хотите, на что хватает фантазии. Я принес шапки, но я не мог догадаться, что человек принесет на урок учебник в микроволновке. В микроволновке. Кто-то вытащил системный блок из корпуса, компьютеры затащил туда. Кто-то огромную какую-то игрушку притащил туда, затащил учебники. Но учебники пока еще рано убирать. Последний звонок – это некий рубеж. Финал 11-летнего марафона уроков, домашних заданий и факультативов. Впереди у пока еще школьников ответственная экзаменационная пора. 28 мая пройдет первый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Евгений Ижут, Андрей Сегаев, Будни. Пока дня готовятся к ЕГЭ, другие – к летним каникулам. Туризм, детям, экскурсии, активный отдых, оздоровительные лагеря и экологические центры. Как сделать детский туризм разноплановым? На старте летних каникул этому вопросу в Бийске уделяют особое внимание. Как провести лето, расскажет Кристина Чернова. Сделать отдых детворы интересным, познавательным, безопасным. И привлечь к этому не только государственные, но и коммерческие структуры. На старте летних каникул этим вопросом уделяют особое внимание. Туризм для школьников должен стать таким же разнообразным, как и взрослый. А для этого нужен интересный контент и инфраструктура. Ну да, гуляем по паркам, по детским площадкам, игровым центрам. А какие-то мероприятия, праздники посещаете с ребенком? Есть возможности? Ну, те, которые проходят там в наших, так скажем, заведениях, горсад, в парке, конечно, посещаем. Много мероприятий летом проходят, детских, интересных. Мы приезжаем с дачи сюда специально ради них. Очень интересно, детям очень нравится. В прошлом году участвовали в празднике красок, им безумно понравилось. Далеко не каждый родитель может себе позволить какую-то полную занятость в рамках города. У меня есть подружки, у которых есть дети, у которых нет дачи, нет бабушек. И, ну, очень дорого организовать досуг ребенка летом в городе. Провести лето не только интересно, но и с пользой. Одним из самых доступных видов детского туризма в Бийске остается познавательный. В Наукограде для его развития есть все условия. В Бийске существует достаточно широкий ряд объектов для экскурсионного туризма. Ну, это наш исторический центр города, это замечательный объект, в который не надо покупать билет, он уже есть. Достаточно взять экскурсовода. Бийский краеведческий музей, который имеет исторический отдел, музей Чуйского тракта, выставочный зал, музей истории Алтайской духовной миссии, музей воинов-интернационалистов, народный музей, музей часов. Значит, у нас есть музей фельдшера Поплавского, вдобавок частный музей. И Бийский планетарий, в том числе молодежного центра Родина. Достаточно большое количество детей, детских групп, в основном организованных, естественно, групп, проходит у нас в этом направлении. Турмашруты по городу, экскурсии, походы выходного дня, спортивные мероприятия. Традиционно летнюю программу организует детский эколого-туристический центр. Помимо этого, 1 июня, как и каждый год, стартует летняя оздоровительная кампания. В этом году во всех оздоровительных лагерях будут открыты 4 смены. На сегодня количество заявок, поступивших от родителей, позволяет на 100% закрыть все смены. Этому способствует, безусловно, значительная компенсация части стоимости путевки и средств краевого бюджета, она составляет 13 450 рублей, активное участие работодателей, создание благоприятных условий для отдыха и эффективно организованной информационной кампании о действии наших лагерей среди родителей, позволило нам заполнить наши лагеря на 100%. На сегодня выкуплено 87% путевок. Одновременно с этим в городе будут работать и профильные лагеря с дневным пребыванием. Досуг в летние дни школьникам обеспечат 28 таких лагерей. В них отдохнут 850 детей. Кристина Чернова, Андрей Сегаев, Будни. И еще про обучение летом. Экс-министр иностранных дел Австрии, дипломат доктор Права Карен Кнайсель 18 июня приедет в Бийске, прочитает лекцию о роли России в экономике мировых энергетических рынков в Бийском технологическом институте для студентов, преподавателей и приглашенных лиц. Помимо лекции в БТИ, она познакомится с историей Бийска, посетит ведущие предприятия города, а потом отправится в путешествие по Алтайскому краю и Горному Алтаю. Широкую известность высокопоставленная леди получила после того, как на ее свадьбу приехал Владимир Путин. И они вместе станцевали. С осени прошлого года Карен Кнайсель прочно обосновалась в России. Живет в северной столице, возглавляет центр горки в Санкт-Петербургском университете, пишет книгу про Европу, много путешествует по нашей стране и изучает красоты. А далее реклама. Не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир. Время скидок. В Ермаке скидка 30% на все куртки и ветровки, в том числе из новой коллекции. Митрофаново, 35, остановка вокзал. В компанию НИСА требуются грузчики зарплата 40-50 тысяч рублей, комплектовщики зарплата 50-70 тысяч рублей, водитель категории С зарплата 60-90 тысяч рублей, экспедитор и зарплата 60-80 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-983-106-85-65. Звонить с 9 утра до 6 вечера. Сети, сайт, печатные СМИ, оптом скидки. Бийская медиагруппа. 3131-15. Бийская телевидение. Здравствуйте. Субтитры подогнал «Симон»! 10 километров уличной сети Бийска в этом году отремонтируют в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы уже ведутся на четырёх объектах. Подробнее в сюжете Дарьи Федоркины. Ремонт уличной сети Бийска развернулся сразу на четырёх из пяти запланированных объектах. В том числе на улице Ильи Мухачёва. От путепровода Продмаш до переулка Мопровский. Работа выполняется поэтапно на участке протяжённостью около двух километров в обе стороны. Сейчас мы на Мухачёва работаем на участке от путепровода Продмаш до, значит, всем известно, переулка Кожевинный. А с понедельника начинаем ещё один участок, значит, фрезеровать и, значит, демонтаж бордюрного камня старого производить. Это на участке от переулка Коммунарский до переулка Училищный. Правая сторона, ну или назовём её так, северная сторона, значит, и так далее. Поэтапно будем участками выполнять и закрывать, чтобы по возможности как можно быстрее участками запускать движение. После ремонта улица Мухачёва будет расширена за счёт тротуарной части. Кроме того, будет организован новый переезд от переулка Мичуринский. Самые сложные работы развернутся на площади Гелёва у трамвайного кольца. На всех этапах осуществляется тройной контроль работ. Сотрудники Укса, они ежедневно выезжают, то есть смотрят, какие объёмы, где, какие проблемы, решаются вопросы, ну, локального такого плана, да, там. Приезжает, естественно, стройный контроль, производит отбор вырубок. По ним уже дальше определяется асфальт в соответствии с техническим заданием, сам рецепт асфальта не в соответствии. Плюс ещё по Одиншовке, это улица Въездная, по Васильево и Мухачёва отрабатывает будет лаборатория Алтая-Автодора. Работы продолжаются на улицах Васильева и Въездной, а также на участке улицы Кутузова в границах пересечения с улицей Социалистической и улицы Эдуарда Гейдыка. На ремонт 10 километров уличной сети Бийска из федерального бюджета выделено около полумиллиарда рублей. Полностью закончены работы на всех пяти объектах будут к началу осени. Дарья Федоркина, Илья Питков, Будни. Прокуратура проверяет действия Бийского водоканала. Нарушаются ли права бийчан, предстоит выяснить. Из-за перехода системы город на федеральную систему учета СТЭК-РСО, а также изменения номера для приема показаний, возникло множество проблем. Неразбериха с системой оплаты услуг муниципального предприятия случилась в апреле. В мае обострилась тем, что жители города в счетах обнаружили ранее не существовавшие долги. У некоторых данные о проверке счетчиков и лицевых счетах исчезли из мобильных приложений. Руководитель водоканала проблему не признает. В интервью журналистам он заявил, что с 20 по 21 мая с показания приборов учета новым способом передали почти 25 тысяч абонентов. А очередь в офисе скапливается не из-за спорных моментов, а из-за бийчан, желающих передать данные. Из-за сложившейся ситуации прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку. В ходе которой представители закона выяснят, ответят на вопрос, нарушаются ли права граждан. А пока сами граждане продолжают выстраиваться в очереди в абонентский отдел водоканала. Вообще счетчики пропали из, так сказать, ну из всех приложений нигде нет, показаний нет. Говорят, что для людей сделали для людей. Это вообще полнейшее безобразие. Полнейшее. У него 72 года, хорошо, что я могу сюда ехать, зеленки сюда. Показания не берут, управляйки. Система сменилась у них. А люди должны сказать, у них система сменилась, а управляйка это может принимать. Но они говорят, мы не можем, потому что у них сменилась система. С чем это связано? Люди мне объясняют, ничего не говорят. И вот здесь вот мы стоим уже, ноги отнимаются у людей. Ну вообще, беспредел просто. Они просто плодят неплательщикам. Напоминаем, что чистые игры пройдут в Бийске. Это командные соревнования по очистке природной территории от мусора и разделению отходов. Участники ищут артефакты, разгадывают эко-загадки, сортируют мусор по фракциям, получают призы за победу и участие. Можно играть с коллегами, друзьями, семьей, единомышленниками. Если у вас нет команды, можно присоединиться к тем, у кого не хватает участников. Возраст не ограничен, участие бесплатно, но регистрация на игру обязательно. Приглашаю вас на чистые игры. Игра номер 5, которая пройдет 26 мая, воскресенье, в 11 часов. Адрес для ориентира Сосновый переулок, 34, район Заречья, около Дюсш, номер 1. Чистые игры – это командные соревнования по уборке природной территории города. За полтора часа игрового времени вы будете находить и сортировать мусор по фракциям. Это пластик, металл, стекло, батарейки и автомобильные шины. После игры мы все эти фракции отвезем на переработку. А смешанный мусор, который невозможно разделить, отделить по фракциям, отвезем на легальный полигон. Чистые игры – это волонтерский образовательный проект родом из северной столицы страны, который стартовал 10 лет назад. В Бийске будут проводиться уже в пятый раз. Играли и одновременно убирались активисты на Ковалевском озере, в зеленой зоне улицы Докучаева, сквере Льнокомбинат и Заречный. За все игры собрано 9382 килограмма мусора. Как правило, половина этого веса идет на переработку. Во время самой игры можно отвечать на эко-вопросы и получать дополнительные баллы. Чтобы проверить, насколько внимательно игроки разделяют собранный мусор, организаторы спрятали бонус-клад на территории игры. Эта находка подарит плюс 10 баллов в рейтинге. После игровой части обязательный пикник с чаем и булочками. Каждый участник игры и волонтеры получат небольшие подарки. А теперь о мете и ситуации. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Проверка щитовидной железы, обмена веществ мужского и женского здоровья. Весна. Гормоны в расцвете. Анализы на гормоны в гемотест. Проверка щитовидной железы, обмена веществ мужского и женского здоровья. 25 мая в Бийске будет облачно с прояснениями. Возможен дождь, ветер переменных направлений, слабое атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха утром будет повышенной. Ожидается малая магнитная буря. Ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 22, плюс 24 градуса. На этом все новости на сегодня. Телефон нашей редакции 313-507. Звоните, если у вас есть вопросы, которые вас беспокоят. Оставляйте комментарии. Мы учитываем ваше мнение. И смотрите нас в эфире, на ютубе «Бийское телевидение», в социальных сетях группа «Бийск. Мой город». Хороших выходных и увидимся с вами в понедельник.